Вот даже сейчас я пытаюсь записать видео о тревоге, и я просто тревожусь о том, что мои соседи за стенкой слышат всё, что я говорю, потому что я тревожный человек. Всем привет! Я очень рада, что вы на моём канале. Сегодня я хочу поговорить, поднять такую тему, как тревога. Думаю, что многие из вас сейчас сталкиваются с этим состоянием. Возможно, вы уже пошли немножечко дальше, у вас появились панические атаки, депрессия. Я тоже прохожу, проходила через это. Давайте разберёмся, что вообще такое тревога и зачем она нам нужна. Тревога — это защитный механизм нашей психики. Если бы не тревога, людей, наверное, уже больше бы и не было. Это наш инстинкт самосохранения, выживания. В какой-то степени тревога — это хорошо, да, это то, что позволяет нам выживать. Но в какой момент тревога становится неадекватной, когда это мешает жить нам? Те, кто нас окружают, тоже начинают страдать уже от нашей тревожности. Вот в этот момент надо уже что-то делать. Столько, сколько приходится перерабатывать информации современному человеку, столько, сколько сваливается на него негативных новостей просто со всего мира. Кто-то что-то там рассказывает, делится чем-то негативным. Вот это вот всё просто может быть за один час. Никогда не было такого, чтобы на человека сваливалось столько информации. Мы не успели к этому адаптироваться просто. Я бы хотела немножко поделиться своим опытом. Судя по тому, что я имею какие-то знания в этой теме, говорит о том, что у меня у самой проблемы с тревогой. В какой-то момент в своей жизни всё пошло не в ту сторону. Пришлось обратиться к психиатру. У меня были панические атаки. Если у вас есть панические атаки, я вас очень понимаю. Мне очень жаль, что они у вас есть. Я личный пример, что это пройдёт, что с этим можно работать. В общем, я вас очень поддерживаю. Я знаю, каково это. Психиатр прописал мне транквилизаторы и антидепрессанты. Признаться честно, я очень долго оттягивала момент с психиатром. Я просто не хотела как-то влезать в какую-то вот эту гормональную историю. Мне не хотелось пить антидепрессанты. Я знала, что есть какое-то там привыкание, там синдром отмены. Я вот этого больше боялась, если честно. Конечно же, транквилизаторы просто сразу же мне помогли. Но, в принципе, я понимала, что всё это не меняет того, как я мыслю, что я вообще делаю в этой жизни. То есть это может помочь тебе на какой-то определённый срок. Но если ты не изменишь своё мышление, если ты не поменяешь какое-то отношение к определённым вещам, ну, к сожалению, придётся не жить, а вот существовать с этими страхами. После того, как я попрощалась с психиатром, пропила курс антидепрессантов, я такая думаю, всё классно, всё супер, всё, живём. Хотя я всё равно понимала, что я чувствую, что что-то не так. Мой психиатр не смог поставить мне определённого диагноза. Он написал просто «паническое расстройство под знаком вопроса». Поскольку я пришла с паническими атаками к нему, но я подозреваю, что я, конечно, не психиатр, я думала, что у меня тревожно-депрессивное расстройство. Поскольку я то тревожилась, то потом впадала в какую-то депрессию, обесценивала все свои тревоги. То есть у меня был такой период, когда я могла отдохнуть от своей же тревоги. Но, разумеется, в депрессии быть не лучше. Это был один из самых, наверное, тяжёлых периодов в моей жизни. Тревога — это страх. А страх — это одна, наверное, из самых сильнейших эмоций, которая может перекрыть просто вообще любые другие эмоции. Вы можете проснуться утром вроде как с прекрасным настроением, вам вообще какую-то крутую новость сообщили, и вы уже там пританцовываете и думаете, «Вау, как классно, я врываюсь в этот день». И вдруг вы узнаёте что-то плохое. И, разумеется, оно перекрывает вообще всё, всё, что было до этого. Вы уже даже и не помните, как вам было радостно сегодня. И всё. И весь день летит просто к чертям. И вы уже не хотите ничего делать. Потому что вот страх, тревога — всё это настолько сильно отбирает. Все жизненные силы, всю энергию, что тебе просто уже не хочется ничего делать. Это абсолютно нормально. И вот в следующий момент я начинала чувствовать стыд и вину за то, что я не хочу ничего делать. Разумеется, что это всё наше воспитание. Когда вас воспитывали так, что вот, не знаю, нельзя там лежать, надо постоянно что-то делать. Вот ты ленивый. А у меня вообще особенно на этом какой-то был заскок. Хочется верить, что его уже нету. И, собственно, ты постоянно тревожишься. В какой-то момент, когда ты, в принципе, особо ничего не делаешь. Но это отбирает у тебя столько сил. И вот есть ощущение, что я же ничего не делала особо. Но я чувствую себя таким уставшим. Ну, конечно. Сейчас для меня это всё очевидно. Наверное, вообще критическое мышление отключается в период тревоги. Что ты, в принципе, тебе очень тяжело, вот опять же, да, включить вот это критическое мышление и посмотреть как-то на всё немножко под другим углом. К тому же я пыталась тревогу заглушить. Я пыталась как-то отвлечься. И это ошибка номер один. Тревогу нельзя заглушать. И как-то себя успокаивать, что всё хорошо, что да всё пройдёт, да всё будет нормально. Это не работает, во-первых. Потому что такая реакция организма, да, когда вот у нас уже бьётся сердце некомфортно в груди, когда у вас уже сбивается дыхание, у вас различные уже какие-то соматические проявления, да. Я уже молчу про панические атаки, когда вы просто думаете, что вы умираете, и это ужасно. Или вы думаете, что сходите с ума. Вам кажется, что ваше сердце остановится, что вы забыли, как дышать. Я это всё очень хорошо и прекрасно знаю. Всё это физические проявления. То есть в нашем организме уже запустился определённый процесс, когда у нас выделяется гормон стресса. То есть это уже такая физиологическая история. И нам нужен такой же физиологический конец, завершение этого всего адреналин. Нам нужно его выплеснуть какими-то физическими упражнениями. Мне кажется, очень полезно в этот момент просто побить какую-то грушу, сделать какое-то физическое такое проявление. Я на тот момент не обладала такими знаниями, но мне очень часто, что действительно помогало, это дыхание. Я старалась вот так вот ставила себе руки на живот и старалась дышать им. Потому что в момент тревоги я замечала, что я всегда дышу грудью. То есть не животом, а грудью. Вообще в состоянии спокойствия и в принципе в норме мы должны дышать животом. Ещё что мне помогало, ну это происходило вполне себе естественно. Когда у меня случались панические атаки, очень часто я начинала просто рыдать. Прямо рыдать очень сильно. После того, как я переставала плакать, у меня проходило всё. Суть в том, чтобы завершить этот цикл. Вы можете попробовать что-то своё. Да, мне действительно помогало дыхание, и мне помогали слёзы. Вот когда вы плачете, и вы прям чувствуете, что вам становится легче. Но это чисто то, что помогает справиться в моменте. Что усугубляет тревогу? В моём опыте я могу сказать, что тревогу усугубляет кофеин. У меня был момент, когда я злоупотребляла кофе. У меня практически сразу после кофе начинались панические атаки. Поэтому в момент панических атак я бы настоятельно рекомендовала вам избавиться от кофе в вашей жизни. В какой-то момент я настолько привыкла вообще к паническим атакам, что я научилась на них реагировать по-другому. Ещё один тоже такой момент. Ваша реакция тоже очень важна. Ну, понятно, в первый раз, когда это происходит, я думаю, любой человек испугается, потому что трудно вообще понять, что с вами происходит. И ваша реакция на паническую атаку, она может быть разная. В какой-то момент я просто поняла, что я уже не боюсь, потому что я знаю, что я от этого не умру. Всё-таки сколько их было этих панических атак, и я всё ещё жива. Хотя в моменте очень часто казалось, что да, я умираю. Но именно наша реакция, то, как мы воспринимаем это, и как мы с этим справляемся, определяет наше, наверное, скорейшее и выздоровление от этого. Но я повторюсь, разумеется, это всё мой личный опыт. У меня такое видео немножко сумбурное получается, потому что я как бы говорю про панические атаки и про тревожность. Но в целом паническая атака — это уже последствия постоянной тревоги. Это уже когда ваше тело просто кричит о том, что мне плохо. Вот до чего эти мысли довели нас. Какие триггеры есть у тревоги? Ну, во-первых, да, конечно, у всех они свои какие-то триггеры, но я назову такие общие, которые лично я заметила, что триггерило меня. Во-первых, давайте обратим внимание на то, что мы на постоянной основе смотрим, слушаем, читаем, да, какой контент мы потребляем. И вот тут может как раз-таки выясниться, что наш контент достаточно токсичный, что здесь много какого-то негатива. Или в целом есть какие-то люди, которые вас воздражают, да, это какие-то социальные сети. Это, в принципе, уже такой большой поток информации, который нагружает нашу нервную систему. Наше пространство, которое нас окружает, не менее важно. Я старалась свое пространство сделать максимально таким светлым, уютным, комфортным, чтобы мне хотелось здесь находиться. Порядок, чистота, визуальный шум тоже непосредственно влияет. По крайней мере, вот на меня сто процентов. Попробуйте просто избавиться от какого-то хлама, который у вас лежит годами, там, месяцами. Эти вещи не приносят вам никакого неудовольствия, они просто занимают место. Попробуйте избавиться от каких-то ненужных вещей, попробуйте просто сделать ваше пространство более приятным. Пить, не знаю, не из какой-то старой кружки, которая уже вся там какая-то поломанная, покоцанная. Пить из реально красивой кружечки, которую вы выбрали для себя с любовью. Окружить себя заботой, каким-то теплом. Да, и следующий аспект — это токсичные люди. Я думаю, все понимают, о ком идет речь. То есть это просто те, кто триггерят, обесценивают как-то вас и ваши проблемы. Люди, у которых установки похуже моих. В общем, есть у меня какой-то определенный страх. Мне так трудно доверять людям. Мне очень тяжело, то есть меня там предавали много раз. В целом, как-то много таких вот сценариев вокруг. Я думаю, многие сейчас как-то себя в этом узнают, услышат. Кто-то там из моих родственников, предположим, начинает говорить вот эти же вещи, никому доверять нельзя. А вот вы в этот момент, вы пытаетесь ломать свои же собственные сценарии. Но когда вас окружают такие люди, которые лишь только подтверждают это, разумеется, вам просто нереально тяжело будет избавиться от таких установок. Потому что они всякий раз будут вас триггерить. Неопределенность. Она, думаю, многих людей как-то пугает. Называет какую-то вот эту возбудимость такую нервную, да? Когда вы не понимаете, что вам делать. И вот эта нетерпимость к неопределенности тоже является вот таким триггером тревоги. И следующий момент — это перфекционизм. Если вы страдаете перфекционизмом, то, я думаю, здесь и недалеко до синдрома самозванца, что вы недостаточно хороши, что вы недостаточно в чем-то компетентны. Отсюда дофига и больше страхов. Поэтому здесь нужно работать очень много. Также гиперответственность. Когда ваша ответственность уже становится какой-то токсичной для вас самих. Когда вы настолько из всего делаете такое событие, да, может быть, да, вы настолько ко всему так ответственно относитесь, хотя лучше расслабиться, наслаждаться процессом. Когда вы в процессе получаете удовольствие, я думаю, результат получается самый офигенный. Есть такое обманчивое ощущение, что когда вы тревожитесь, вы как будто контролируете вообще всего-то в мире. Есть такое ложное чувство контроля. Потому что если вы расслабитесь, как будто что-то плохое случится. Хотя по факту вы ничего не контролируете. Все, что мы можем, это только контролировать себя, да, какие-то свои эмоции, свои действия. Но никак не поведение других людей, не уж тем более их какие-то решения, их мысли. Это невозможно. Что необходимо сделать, это понять такую вещь, да, что мы не можем ничего контролировать. Принять эту мысль о том, что в этой жизни действительно все зависит от нас. Это абсолютно нормально. Принять этот мир таким, какой он есть, а он может быть абсолютно разным. Я поняла, что я не хочу обернуться, оглянуться на свою жизнь, понять, что просто из-за каких-то своих страхов я так и не смогла раскрыть свой потенциал. Я так и не узнала, а вот какая я вот там, ну какой вот я блогер. Просто потому что я всю жизнь боялась. Вообще как-то вот выйти из какой-то вот этой своей комфортной, безопасной какой-то коробочки. Но разумеется, это лишь иллюзия. Нам необходимо принять, смириться, что в жизни есть все. Почему мы зацикливаемся только на чем-то плохом? Почему мы не допускаем такого исхода событий, что вот вдруг моя жизнь будет такая охрененная вообще? Но надо свой фокус немножко расширить. Нужно перестать катастрофизировать все это. Наш страх кажется каким-то невозможным. Ну как будто все, мир рухнет. Мир рухнет, если это случится. Мир не рухнет, да, если вы выложите какое-то видео в интернет, например. Я думаю, что это видео и так получилось очень длинным. Мне хотелось бы поделиться на самом деле намного больше, чем то, что я вам рассказала. И я надеюсь, что это видео вам хоть как-то помогло. И если это так, то напишите, пожалуйста. Меня это очень обрадует и будет мотивировать на то, чтобы делиться таким контентом больше. Ну, собственно, на этом я с вами прощаюсь и надеюсь до скорого.